Наследство цеха мне не достался. Папа богатого у меня не было, мужа тоже богатого не было. Все собрали по нитке, по иголке. Стежок за стежком за 20 лет в швейном бизнесе Ольге Косец удалось создать собственную фабрику. Первые деньги стала зарабатывать на производстве мужских брюк и школьной формы. Когда-то на предприятии трудились 70 человек, сейчас всего 15. Конечно, сказался кризис, но Ольга признается, в последнее время молодежь не хочет идти туда, где работают руками. Так появилась идея сделать легкую промышленность модной с помощью бизнес-инкубатора, где на реальном производстве можно не только учить, как правильно кроить или шить, а разрабатывать и поддерживать перспективные бизнес-проекты. Идею предприниматель лично поделилась сегодня с губернатором. Есть, скажем так, желающие молодые модельеры, дизайнеры, конструкторы, которые хотели бы заниматься, но у них не хватает собственных средств для этого. Поэтому у меня возникла такая идея создать бизнес-инкубатор на базе моего предприятия, для того, чтобы привлечь широко тех людей, которые хотели бы заняться швейным производством. Все, кто сегодня пытается активно себя позиционировать, с точки зрения стремления заниматься бизнесом, мы поддерживаем всех. Средний и малый бизнес – это наша экономика, экономика нашего региона. Это, наверное, отчасти локомотив, потому что больше половины сегодня у нас бизнесменов – это представители среднего и малого бизнеса. Поэтому мы должны их поддерживать. И наша задача – сделать так, чтобы они на самом деле успешно работали, создать им условия для этой успешной, комфортной работы. Вениамин Кондратьев поручил руководителю Департамента инвестиций и развития малого бизнеса помочь в реализации идеи. Подобные встречи с людьми стали неотъемлемой частью работы губернатора. Поддержку главы региона сегодня получила и Мария Гордиенко из Крымска. Она попросила о ремонте уличной спортивной площадки в школе. Зданию – полвека. Практически все это время площадка для физкультуры стоит без реконструкции. Директор уже много-много лет стоит у нас как бы во главе. Она, конечно, очень хорошо ведет нашу хозяйственный и учебный процесс. Но так получается, что, к сожалению, она не всесильная и не всегда может справиться со всеми проблемами. Мы, конечно, как родители, в свою очередь, пытаемся ей помочь. И всегда денег не хватало. Не только сегодня, всегда не хватало. Но всегда, и даже в советское время, родители всегда активно принимали участие в жизни школы. Это всегда было. Поэтому сегодня, я считаю, это просто мы должны сохранить и продолжить. Вы правильно сказали, что директор не всесилен. Мы, родители, тоже помогаем, но не всесильны. Государство обязано подключаться и создавать условия. На самом деле, со спортзалами и особенно с площадками спортивными, которые на улице, конечно, проблема. Сколько в целом у вас по району школ с такими площадками? Я не имею в виду. К сожалению, много. К сожалению, много. Я думаю, что процентов 40. Давайте вот это все-таки просчитайте, Людмила Александровна. А вы просчитайте в целом по краю. Нам нужна программа, которая позволит сегодня восстановить все спортивные площадки в школах. Именно школьные, спортивные, уличные площадки. Это необходимость. У нас сегодня проблема, на самом деле, в целом наличием стадионов, больших спортивных комплексов. А это доступно. Вот мы можем копить бесконечно долго на большое, а потерять малое. О том, что потеряли жители улицы Южной в станице Гостогаевской, губернатору рассказал Сергей Чернов. Люди зимой оказались без газа. И самое грустное в ситуации то, что трубу к улице подвели, но до сих пор так и не подключили дома к голубому топливу. Времени слушать, как чиновники перекидывают между собой ответственность, сейчас уже не осталось. На недоработку глава региона указал всему министерству топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Тепло, в первую очередь, в зимний период должно в домах появиться. Он правильно говорит, уже снег на пороге, а мы сегодня полумерами какими-то отделываемся. Неужели человек должен достучаться до губернатора, чтобы сдвинули мы какой-то там вопрос, который должен решаться коллеги в рабочем порядке. От кого это зависит сегодня? Во-первых, все полностью, все подключены. Коллеги, да от нас это зависит, только от нас. Вы себя поставьте на их место, труба рядом, а подключиться не могут. Да, конечно, у них будет не то, что там недовольство, это мягко сказано. Трубу дозащили до их поселения, а разводку по конкретным потребителям, по жителям мы сделать не можем. Ну что это такое? Коллеги, это просто недоработка, в первую очередь, не муниципального образования, а конкретно вашего министерства. Вот это мое точное сегодня ощущение. И вы чуть-чуть или подкрутитесь, или я сам уже подключу. И это, заострил внимание губернатор, касается всех чиновников, кто не решает, а коллекционирует проблемы людей, которые должны решаться в рабочем порядке на местах. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаренко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.